Приветствую всех из солнечной Молдавии, изначально любимого Приднестровья. Только закончили с белым вином и принялись за красное. Вот у нас купаж. Первых очистили полностью от уронок, от палочек, одни бобочки. Собрали своего зайбера около 100 килограмм. Бобочками осталось килограмм 80. Килограмм 80 с бобочками Молдовы и поехали сегодня купили в Молдове Мерло. Мерло сахарина где-то 23. Зайбер с Молдовой где-то под 18. Смотрите, что получилось. Сегодня второй день, вернее, первый день мы привезли Мерло, а Молдова с Зайбером второй день. Вот смотрите, это бочка. Обязательно снимаем с грозди, по бочке с грозди. Здесь не дробили тоже. Тут еще полная бочка. Сейчас покажу. Это у нас получается Мерло. Сейчас почищу и покажу, как смотрится в тазике. Это винный сорт. Очень хороший для вина. Продолжаем наше видео. Вот закончили перебирать Мерло. Снимаем с кистей виноградных, их выбрасываем. Здесь у нас, смотрите, Передрабливаем через гребилочку и у нас получится три бочки. Смотрите, уже играет вовсю. Сколько держать? Ну, в такую теплую погоду я держу не больше, чем три дня. Потому что можно передержать, шапка упадет. Тогда будет тяжело снимать и вообще уже будет неправильно. Добавлять воды, не добавлять, это вам решать. Я не добавляю. Кислотность можно убрать только водой. Кто-то любит сильно сладкое. Можно добавить водички с сахаром. Пропорции. С килограмма до двух водой. Зависят крепости винограда. Мы будем сливать чистый сок. Сахар добавлять не будем. Кто-то держит три раза подняла шапка и сливает. Можно делать вообще передробил. По белому слил сок. Ожомки добавил воды и сделал штапель. В общем, вариантов много. Сегодня что у нас пятница, суббота. Подержу. Только сегодня закончил. Зарабить. В воскресенье утром. Сейчас помешаю. Солнце светит. Видите, без пистей. Какого-то есть машины итальянские. На сумму винограда 200 килограмм. Преимущество вручную. Вы гнилое тоже убираете. Видите, на ветрах отсоется. И гнилые, и плохие. Так что все. Следим, чтобы получится. Всем удачи. Процесс пошел. Начинаем сливать. Уже стряло. Все время забивается. Ужомки опустятся. Здесь сок. Сограться. Закроем. Есть еще один вариант. Вот такая приспособа. Сейчас я ее вставлю. Покажу. Вот можно спускать сок. И таким способом. Ставите трубу с дырочками вовнутрь. Соб бежит. Бочка в подвале готова. Сейчас будем в нее сливать. Процесс пошел. С одной бочки. С этой 125. Слили 40. 40. Литра 70 наверное. Вот еще будем отжимать. Круженики. Не знаю, что будем делать. Офоники сводим. Еще бочки осталось. Вот. Круженики. Десять нужно будет слить. Следим, что получилось. Спасибо за субтитры.